компьютерные ошибки опять опять с вами и в этом видео мы рассмотрим о такой ошибки как boot mgr is compressed press ctrl alt delete как же это произошло вы на скорее всего открыли мой компьютер выбрали локальный диск c правой клавишей свойства и здесь вы просто поставили галочку жать этот диск для экономии места из-за этого происходит данная ошибка и в итоге после перезагрузки возникает данная ошибка вам нужно загрузиться с установочного диска windows или с установочной флешки устанавливать windows мы не будем ни в коем случае кликаем далее здесь есть пункт восстановления системы переходим восстановление системы теперь мы кликаем здесь загрузить драйверы окей но драйверы мы загружать не будем здесь выбираем компьютер локальный диск c это у нас зарезервированная система его ни в коем случае не трогаем трогаем локальный диск d вот наш локальный диск d где установлена операционная система а теперь переходим назад выбираем локальный диск d свойства и здесь в свойствах нам нужно вкладке общая убираем галочку жать этот диск для экономии места теперь применяем применить и здесь выбираем к диску и ко всем вложенным папкам окей можно тоже самое проделать и с помощью live cd любой live cd можете загрузиться и также выполнить убрать галочку жать этот диск для экономии места в live cd буквы может отличаться но нам нужно найти где системный раздел локального диска c с windows а теперь отмена здесь отмена кликаем далее и попробуем еще раз где выполнить восстановление запуска а теперь готово и теперь просто перезагружаем компьютер наша операционная система должна успешно загрузиться в большинстве случаев этот способ вам помогает но если этот способ вам не помог вам нужно повторно загрузиться с диска или слэшки с windows теперь нажимаете на клавиатуре shift плюс f10 в итоге вы запускаете командную строку и в командной строке видите следующую команду bootrec фикс бут enter операция успешно завершена теперь следующая команда bootrec фикс мбр enter следующая команда диск парт лист волюм можно короче ли свал а видим наша локальный диск c это зарезервированные системы а локальный диск d здесь у нас файлы нашей операционной системы windows в наши файлы операционной системы находится на томе 2 локальный диск d даже по размеру можно определить как а сорок девять гигабайт следующая команда exit то есть мы завершаем работу диск парт и вводим команду bcd boot пробел d 2 и точи слэш windows enter но если это не помогло значит приступаем к следующим командам повторно вводим команду диск парт лист диск наш жесткий диск определился как си 70 гигабайтный select диск 0 cell диск 0 лист партишн и видим наши разделы это у нас 100 мегабайтный локальный диск c локальный диск d мы выбираем наш локальный диск первый раздел то есть основной на 100 мегабайтов зарезервированной системы select партишн один enter выбор на раздел 1 и теперь его нужно сделать активным просто пишем команду актив enter раздел помечен как активный теперь можно закрыть командную строку завершение работы диск парт закрываем нашу командную строку перезагружаем наш компьютер после перезагрузки ваша операционная система загрузится и не будет выдавать данные ошибки и и и и и и и